Привет, друзья, с вами Натсо, и это мой первый видеотег, и это не просто тег, это аниме-тег, как раз по теме моего канала, а передал мне его Кирилл Сойеров, ну как мне, он его всем передал, всем аниме-блогерам, или кто считает, что он аниме-блогер, или кто смотрит аниме, я считаю, что я аниме-блогер, ведь у меня анимешный канал, ведь так? И вообще на этот тег интересно ответить было, попробовать, так что давайте, у меня есть 20 вопросов, кажется, да, 20 вопросов на аниме-тематику, и сейчас я буду на них отвечать, поехали! А, да, совсем забыл, ведь это аниме-тег, и выглядеть я должен по-анимешному, Кирилл там, кажется, ушки одевал, а у меня ушек нету, надо что-то придумать, сейчас, вот, как-то так, все же уже лучше. Итак, начнем, первый вопрос, твое первое аниме на ТВ и в интернете. На ТВ это был Гейн Дайзер, мне тогда было 6 лет. Вот я недавно делал обзор даже на эту тему, а в интернете это Гейн Гейн, то есть жаркое лето. Да, вот такое пошлое аниме. Вопрос номер 2. Любимый опенинг? Я долго думал над этим вопросом, но я думаю, что это Наруто Шипуден 6 опенинг, Синк, кажется, называется, там, когда убили Джирайю и Итачи. Это очень грустный, но красивый опенинг. А так, я очень много опенингов люблю, просто было очень трудно выбрать. Третий вопрос. Любимая пара в аниме? По моему мнению, это Кирита и Асуна из Мастеров Меча Онлайн. Уж очень много они пережили вместе, и история показалась мне очень романтичной. Четвертый вопрос. С кем из аниме персонажей тебе хотелось бы подружиться? Мне хотелось бы подружиться с Натсу Драгнилом из аниме Фэрри Тейл. Ну, меня зовут тоже Натсу, хотя я назывался не в честь него, как многие думают, да. Я аж воспылал, а вы? Почему именно Натсу? Потому что я думаю, что он веселый и добрый, и с ним обязательно попадешь в какое-то приключение, и потом будете выносить всех. Да, прям так. И воспылать можно. И летающие синие коты у него есть там, да. Пятый вопрос. Любимые аниме-сериалы и полнометражные аниме? Из сериалов это Наруто, Ван Пис, Бличи, Горн Лаган, Фэрри Тейл, и Атака Титанов обязательно, и Мастера Меча Онлайн. А вот из полнометражных аниме, это, я думаю, Меч Чужака, самурайское аниме такое, унесенное призраками, и Принцесса Мононоки. Шестой вопрос. Аниме, которое нравится, но тебе за него стыдно? Вы знаете, мне ни за одно аниме не стыдно. Нечего стыдиться. Че мне уже стыдиться? Седьмой вопрос. Какое аниме тебя разочаровало? Последнее аниме, которое меня, наверное, разочаровало, это было Бандиты. Вроде в начале такое прям, ох, какое крутое. Но к концу как-то я начал засыпать, и даже не досмотрел до конца пару серий. Ну, такое бывает. Может, кому-то оно понравилось, но мне что-то было скучновато. Восьмой вопрос. Какой аниме-персонаж тебя бесит? Ну, вы знаете, я долго думал, какой же персонаж меня бесит больше всего. И я не буду оригинальным по сравнению с Кириллом Сойером, но это не из Тетради Смерти. Но вот он, правда, какой-то не такой. Он меня всегда бесил. То есть он какой-то сидел там... Ну, в общем, вы поняли. Вот он меня бесит. Больше меня ни один персонаж так не бесил в аниме, как он. Девятый вопрос. Какое аниме изменило тебя? Изменило меня, пожалуй, аниме Наруто. Это первое такое аниме, которое дало мне толчок. То есть оно дало мне уверенности в себе тогда. Я прям многое переосмыслил. Вот если хотите, так скажем, взбодриться и добавить себе уверенности, то посмотрите Наруто. Это очень такое хорошее аниме. Десятый вопрос. На какого персонажа хочешь быть похожим? Я хочу быть похожим на нацию с Фэзи Тейлом. Потому что я уже говорил, он вестелый, добрый. У него всегда приключения. Он может огонь и кушать. Это тоже интересно. И вкусно, наверное. Надо попробовать. У него есть летающий друг Синий Кот. Что еще нужно настоящему анимешнику? Он еще и говорящий. И можно еще на Симона из Гурнелагана. Потому что он верит в себя. И в свою веру в себя. Одиннадцатый вопрос. Какое аниме заставило тебя плакать? Это, наверное, клонат, второй сезон. Вот там прям очень было грустно и трогательно одновременно. Потом, правда, все стало хорошо. Но вот именно до того, как стало все хорошо, было очень грустно во многих моментах. Двенадцатый вопрос. Какой твой любимый аниме-жанр? Это, конечно же, фэнтези и фантастика. Потому что это самые яркие жанры. Особенно фэнтези. Это всегда красочные миры, как правило. То есть там много всего интересного. Магия есть. Есть фантастика, если это про космос. В общем, все это очень интересно. И ты нигде такого больше не увидишь. Тринадцатый вопрос. Любимый персонаж? Парень и девушка. Парень это, наверное, Натсу из Фритейла. И Зора из Ванписа. Потому что он крутой. Прям мега крутой чувак. А женские персонажи, это, опять же, Нами из Ванписа. Потому что она няшка. Я ее люблю, Нами, да. И Люси из Фритейла. Она тоже няшка. Чего тебе не сидится в покеболе? Четырнадцатый вопрос. Аниме, которое заставило тебя смеяться. Это, наверное, Баракамон. Там такой добрый, теплый юмор. Знаете, такой деревенский. Я на него обзор делал. То есть там все понятно. Нет никаких пошлых шуток. Все очень смешное и весело. Главное, солнечно. Это, я тут тянпун принес тебе. Ужас какой. Еще, наверное, это все-таки жаркое лето. Ну, там уже юмор попошлей, конечно. Но все же смешно. Переходим к пятнадцатому вопросу. В мире какого аниме я хотел бы жить? Ну, это Мастера Меча Онлайн однозначно. Потому что мне он нравится. Первого сезона. Да, когда Айнкрат. Это вот мне очень нравится. Я бы там мог бы долго сидеть в нейрошлеме, наверное. Да. Я хочу нейрошлем. Когда он выйдет? Скорей. И, конечно же, это второе Fairy Tail. Потому что это фэнтези. И это волшебный мир. Там гильдии, магия. Там все есть. И летающие синие коты, опять же. Да. Я очень хочу туда. Магия. Что за кошак с тупой рожей? Тупой. Они говорящие! Ну и как мне отшутить? Шестнадцатый вопрос. Самое красивое, милое и сексуальное аниметян Ну это, я так понимаю, все отдельно. Если по отдельности, то красивое это, наверное, для меня нами из One Piece'а. А милое Хинато из Наруто. А вот сексуальное это Микаса из Атаки Титанов. Не знаю что, но что-то меня в ней привлекает. И, конечно же, Холлы из Волчицы и Плянности. Семнадцатый вопрос. Самый сильный аниме персонаж, по твоему мнению? Это Сайтама. Кто же еще? Теперь он самый сильный персонаж по-любому. Никто с ним не сравнится. Уже одним ударом может победить. Вопрос восемнадцать. Аниме, от которого вы больше всего хотели бы надавать себе по щекам фейспалмами? Вильзепус, наверное. Другого не вспомню. Ну, даже не знаю, плохо это или нет. Ведь запуск был достаточно веселый. Ну, фейспал. Вот. Все. Девятнадцатый вопрос. Любимый момент в аниме? Таких, конечно же, много. Но вот самый, наверное, это когда Горн Лаган Камин говорит Симону верить в себя. Слушай, Симон, запомни. Тебе надо верить в себя. Не в себя, в которого верю я. И даже не в мою веру в тебя. Верь в себя. И в свою веру в себя. И финальная битва в Горн Лагане тоже. Когда они всем говорят про веру и мощь вот эту вот. Это было круто. Реально эпично. А вот второй момент, это, наверное, фейтейл. Когда вся гильдия вернулась спустя много лет. Вот это был очень сильный момент тоже. А вот и мы! Сюда сдались, ребята! И переходим к завершающему двадцатому вопросу. Последнее аниме, которое ты видел. Это было Горд, в котором меня нет. Вот только его досмотрел. Очень понравилось это аниме. Там есть и драма, и детектив, и мистика. Очень такой интересный, запутанный сюжет. Но главного преступника я угадал почти с самого начала. Ну, как, у меня было предположение. Конечно же, я не знал до конца, он это или не он. Там было много подозреваемых. Поэтому все равно было смотреть очень интересно. Советую очень посмотреть. Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Вот, это и были все двадцать вопросов аниме-тега. Они будут в описании под видео. А по традиции этот тег нужно кому-то передать. Это будет, давайте, Дэвид Бэтмен и... Римус с Весли. Да. И давайте еще Дмитрия Кейсида. Если он захочет, конечно. Будет интересно, если они тоже примут в этом участие. И, конечно же, спасибо Кириллу Сойеру, что вызвал всех нас на этот тег. Это было необычно. Интересный опыт. Да. А с вами был Нацио. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии под видео. Можете даже сами поотвечать на эти вопросы. Прям в комментах. Это будет интересно. Посмотрим ваше мнение. И как вы ответите на этот тег. И, конечно же, делитесь этим видео в соцсетях. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И всем еще раз спасибо. Всем добра. Скоро свидимся с вами в новых видео. Пока. Супер Нацио-чан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok